1 декабря заканчивается срок уплаты налогов на имущество физических лиц. Что делать, если налог не был вовремя оплачен и какая ответственность за это предусмотрена? На эти вопросы отвечает руководитель межрайонной инспекции Елена Переметина. К имущественным относятся налоги за земельные участки, недвижимость, жилую и производственную, а также автотранспорт. Отметим, что сейчас оплачиваются налоги за прошлый, 2019 год. Если вы продали автомобиль или квартиру в середине 2019 года и давно про это забыли, и вдруг вам приходит сводное уведомление, и там вы видите этот автомобиль, надо понимать, что это налог за прошлый год. Таких вопросов бывает очень много. Если налогоплательщик не успел оплатить имущественный налог вовремя, это можно сделать позже. Правда, тогда изменится сумма платежа. С каждым днем она будет становиться выше. Если налоговое уведомление у вас на руках, вы можете с ним пройти в кассу любого кредитного учреждения и оплатить через оператора. Если на руках, опять же, у вас сводное налоговое уведомление, то можно оплатить по так называемому QR-коду. Это очень легко. Молодые люди, те, которые легко пользуются гаджетами, предпочитают этот способ оплаты. Оплату можно произвести также с помощью личного кабинета на сайте Федеральной налоговой службы. На сегодняшний день налоги на земельные участки, недвижимость и транспорт оплатили лишь около половины эскетимцев. Это средний показатель по Новосибирской области.